МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала ТНТ «Армавир», информационная программа «Твои новости». В студии Марина Юрченко. Здравствуйте. И вот лишь некоторые темы выпуска. Армавир находится под угрозой подтопления. В ночь на 27 июня вода в реках Кубань и Уруп может выйти из берегов. С подробностями Дарья Топчева. Творить добро великое благо. У Димы Агирова ДЦП. Мальчику нужна помощь. Все, кому небезразлична судьба ребенка, отзовитесь. Участились случаи сомнительных по квартирных обходам граждан. Непрошенные посетители представляются сотрудниками пенсионного фонда. Какова цель этих визитов, выясняла Ирина Чупина. В связи с обильными дождями в последнюю неделю в ночь с пятницы 26 июня на субботу 27 июня ожидается повышение уровня воды в реках Кубань и Уруп. По расчетам специалистов ГОЧС, паводок будет проходить на максимальных отметках, на которые рассчитаны наши дамбы, но не должен их превысить. Тем не менее, возможен выход рек из берегов и незначительное подтопление береговой линии. Дарья Топчева подробнее. В рамках своих полномочий руководство Армавира приняло решение оповестить население об угрозе подтопления. Пик паводка ожидается с нуля часов 27 июня. В случае ухудшения обстановки может быть принято решение об эвакуации жителей из зон подтопления. К этим зонам относятся садоводческое товарищество «Химик» и «Заречная», Старая Станица, Бараников переулок, частично территории северного микрорайона, улица Тенистая, поселок Юбилины, хутор Красная Поляна. Жители этих районов просим быть готовыми к эвакуации, а по возможности провести предстоящую ночь у родственников безопасных районов. Остальное население опасных зон при необходимости будет эвакуировано в пункты временного размещения, которые в настоящее время подготовлены в Армавире. В случае эвакуации при себе необходимо иметь документы и предметы первой необходимости. Службы жизнеобеспечения Армавира приведены в повышенную готовность. Глава города Андрей Хаченко еще утром собрал оперативный штаб, на котором поставил задачи всем службам. Затем состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором было объявлено угроза возникновения ЧАЭС. Как уже сообщалось ранее, в связи с обильными дождями в последнюю неделю, в ночь с пятницы 26 июня на субботу 27 июня ожидается повышение уровня воды в реках Кубань и Уруп. В связи с этим службы жизнеобеспечения Армавира приведены в состояние повышенной готовности. В распоряжении вновь поставлена задача всем службам перевести органы управления силы армавирского звена в режим повышенной готовности. Пока серьезной угрозы для города нет, уровень воды в реках не превышает нормы. Но если он за предстоящую ночь достигнет критических отметок, может возникнуть необходимость эвакуации населения из подверженных затоплению территорий. В настоящее время в этих зонах разворачиваются мобильные оперативные штабы, в которых дежурят сотрудники управления ГО и ЧАЭС Армавира, полиции и других служб. В этих пунктах местное население может получать всю необходимую информацию. Я думаю, что если бы были сотрудники МЧС, сотрудниками администрации в этих штабах, это будет правильно. Поэтому просил бы в таком формате и развернуть штабы из двух человек, и сотрудник полиции, для того, чтобы оперативно где-то что-то можно было отреагировать или выйти на место. Это определяем в палатках штабы из трех человек. Сотрудники администрации проводят подворовой обход, во время которого оповещают жителей об угрозе паводка и рассказывают, как действовать в чрезвычайной ситуации. Управлению здравоохранения дано поручение обеспечить в случае необходимости эвакуации лежачих больных в стационаре Армавира. Кроме того, в городе подготовлены пункты временного размещения на случай, если придется эвакуировать население. Пик паводка ожидается в 00 часов 27 июня. В 2002 году прошло около 3000 рублей. Сейчас предположительно в городе будет с двух рек где-то около 1000 кубов. Это будет 100 метров кубических в секунду с урупа и 850-900 метров кубических в секунду с кубами. Это предположительно по той информации, которую нам официально довели. 2,5-3 раза меньше объем воды, чем это было в 2002 году. Информация о паводковой обстановке передается по системе экстренного оповещения через грамкоговорители, публикуется на официальном интернет-сайте администрации города Армавира и в местных средствах массовой информации. Оперативные данные будут доводиться до сведения населения до тех пор, пока ситуация не нормализуется. В ночное время это будет происходить по системе экстренного оповещения и на волнах радиостанции «Русская радио Армавир» 104,7 FM. Дополнительную информацию можно круглосуточно получить в единой дежурной диспетчерской службы по телефону 3-20-0-0. Когда-то английский философ, историк и политик Фрэнсис Бэкон сказал, из всех добродетелей и достоинств души величайшее достоинство – доброта. У Димы Агирова детский церебральный паралич. Мальчику нужна помощь. Каждый из вас может помочь ребенку пройти реабилитацию, однако для этого нужны денежные средства. В эти выходные в одном из торговых центров будет проходить благотворительная акция «В помощь мальчику». Более подробную информацию о Диме Агирове и о том, как можно ему помочь, смотрите выпуски твоих новостей в понедельник, 29 июня. 26 июня в Армавире состоялась отчетно-выборная конференция местной организации Всероссийского общества слепых. В ходе совещания подводились итоги работы за отчетный период и прошли выборы председателя. С подробностями из зала конференции Олеся Иншакова. 26 июня в конференц-зале администрации города Армавира состоялась отчетно-выборная конференция местной организации Всероссийского общества слепых. Собрание открыл председатель местного отделения Константин Сергунчик. По согласному ставим нормативным документам, количество делегатов должно 63 человека, то есть 1 от 10 членов организации. На сочетном должности на сегодняшний день 626 человек. Избрано 65 делегатов. Присутствует 54 человек. По вложительным причинам присутствует 9 человек. Председателем конференции единогласно была выбрана Марина Зайцева, начальника организационного отдела краевой организации ВОЗ. На повестке дня 7 вопросов. Первый вопрос. Отчет о работе Армавирской местной организации за прошедшие 5 лет. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии Армавирской местной организации за прошедшие 5 лет. Выборы председателя Армавирской местной организации, он же председатель бюро. Отчет о работе Армавирской организации ВОЗ за прошедшие 5 лет подготовил ее председатель Константин Сергунчик, а озвучила Татьяна Лукьянченко. На протяжении отчетного периода члены Армарийской местной организации имели реальную возможность бесплатно посещать бассейн, спортивный зал, шахматную школу, драматический театр, а также все культурно-массовые мероприятия, которые проводились в городе. Это выставки, зоопарки, цирки, океанариумы. Из доклада стало известно, что за отчетный период на бюро было рассмотрено более 200 заявлений членов ВОЗ. Около 340 человек обратились в местную организацию с различными просьбами. Все письменные обращения зарегистрированы, на них даны ответы. По второму вопросу собрания выступила Лариса Ханина, председатель ревизионной комиссии. За период с 10 октября 2010 года по 26 июня 2015 года комиссия работала в соответствии с планами работы, принятыми соответственно на 2011-2015 годы. Проводилась следующая работа. Проверка сбора членских и вступительных гносов. Задолженности по уплате членских гносов нет. Проверено делопроизводство. Установлено, что вся документация вела в соответствии с требованиями и инструкциями. В заключении председателем Армавирской организации Всероссийского общества слепых был вновь избран Константин Сергунчик. Также были определены члены контрольно-ревизионной комиссии и делегаты на отчетно-выборную конференцию местной организации Всероссийского общества слепых. Олеся Иншакова, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. В пенсионный фонд Армавира поступают сообщения граждан о том, что по домам ходят люди, которые представляются специалистами пенсионного фонда и просят подписать какие-то документы. Насколько законы действия таких визитеров узнавала Ирина Чупина. Все больше граждан обеспокоены визитами работников, которые представляются сотрудниками пенсионного фонда. Вот только какого именно не уточняют. При этом правомерность действий таких специалистов зачастую вызывает серьезные сомнения. Наша съемочная группа отправилась в государственную организацию, ответственную за оформление пенсии, чтобы выяснить, можно ли доверять таким посетителям. Зачастую по квартирный обход граждан – это метод работы негосударственных пенсионных фондов. Целью таких визитов является подписание с человеком договора о переводе его накопительной части в какой-либо негосударственный пенсионный фонд. Подписав предполагаемые документы, тем самым вы переводите свои пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд. Отмечу, что перевод в негосударственный пенсионный фонд своих накоплений – дело добровольное и законное. Но человек должен сам определиться, кому он хочет доверить свои средства. Заставить же гражданина подписать какой-либо договор или соглашение никто не вправе. Прежде чем подписывать документы, еще раз, пожалуйста, читайте документы, что вы подписываете, куда вы подписываете и внимательно ознакомьтесь с удостоверением специалиста, который к вам пришел домой. Желательно знать телефон справочной службы пенсионного фонда, чтобы вы могли в любое время позвонить и узнать, работает ли такой специалист в управлении и тем самым понять, кто к вам пришел. Для получения такой информации жители города могут позвонить на телефон горячей линии пенсионного фонда 3-37-29 и задать все интересующие вопросы или прийти туда лично по адресу улица Кирова, 37. Напоминаю, если у непрошенного гостя нет удостоверения и не подтвердился факт существования такого специалиста, то есть все основания подозревать, что перед вами мошенник. В таком случае смело вызывайте полицию. Управление пенсионного фонда в городе Армавире все-таки рекомендует всем пенсионерам и жителям города быть бдительными, осторожными и обо всех подозрительных фактах сообщать правоохранительные органы и подписывать документы, читая. Не подписывайте ничего, пока вы не ознакомитесь с договором. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. В администрации муниципального образования Новокубанский район состоялось расширенное планерное совещание под председательством исполняющего обязанности главы района Александра Гомодина. Подробности далее. На планерном совещании присутствовали все главы сельских поселений, начальники отделов администрации, руководители основных служб района, сельхозпредприятий и организаций. По первому вопросу повестки дня об обеспечении правопорядка на территории муниципалитета доложили представители полиции. 18.06.18.40 в городе Новокубанский, по улице Первомайской, в торговом павильоне Курпинка неустановленный мужчина славянской внешности расплатился денежной купюрой достоинством 5000 рублей, которая впоследствии, как была установлена экспертиза, была фальшивой. Значит, то, что касаемо в целом, ситуация у нас сейчас побольшая. К сожалению, эта проблема сейчас уже не только Краснодарского края всей России, но то, что касаемо Краснодарского края, то практически на 40% увеличилось количество выявленных поддельных денежных знаков. И прежде всего, это денежные знаки достоинством 5000 рублей. Также на совещании говорили о состоянии дел в сельском хозяйстве. В Новокубанском районе на сегодняшний день убрано 18% общей площади озимого ячменя. Это один из лучших показателей в Краснодарском крае. На сегодняшний день 2530 декар, намолочено 16 701 тонн, урожайность 66 сантиметров в гектар. Средний возраст врачей, работающих в Центральной районной больнице – 51 год. По-прежнему этот кадровый вопрос остается в муниципалитете актуальным. Укомплектованность медперсонала составляет около 39%. Эту ситуацию необходимо менять, заявил исполняющий обязанности руководителя района Александр Гомодин. Также в своей речи он снова призвал особое внимание уделять всей социальной сфере. Говорили на встрече и о санитарном состоянии города и поселений. В населенных пунктах необходимо по-прежнему держать на контроле вопрос ликвидации несанкционированных сфалок и проводить порядок на придомовых территориях граждан. В завершении Александр Гомодин сообщил собравшимся, что такие расширенные планерные совещания теперь будут ежемесячными. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей «Армавира». Исполняющий обязанности руководителя Новокубанского района Александр Гомодин совершил предуборочный объезд полей. Он посетил территории самых крупных сельхозпроизводителей муниципального образования. Во всех хозяйствах Новокубанского района вот-вот начнется уборка ячменя. Александр Гомодин решил лично оценить состояние полей и прочувствовать настрой крупных сельхозпроизводителей. Александр Владимирович пообщался с руководителями хозяйства, осмотрел состояние техники, зернохранилищ, таков. Проверил состояние тех сельхозугодий, которые недавно попали под град. В ЗАО КСП «Кубань» исполняющий обязанности главы стал свидетелем традиционной предпосевной проверки готовности уборочной техники. Комбайны, выстроенные на бригадном плацу по команде главного инженера хозяйства, одновременно завели и включили жадки. Все механизаторы и техника справились отлично. После этого Александр Гомодин пообщался с механизаторами. Он пожелал хлеборобам легкой уборки и хорошего урожая. Также исполняющий обязанности главы района наблюдал за капитальной реконструкцией дорожного покрытия одного из крупнейших зерновых таков муниципального образования Маринского. В целом предуборочное состояние сельскохозяйственных предприятий было признано удовлетворительным. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей Армавира. Армавирский театр драмы и комедии объявляет о закрытии 106 театрального сезона и приглашает взрослых и детей на спектакли, которые состоятся 28 июня. В этот день театралы смогут еще раз насладиться полюбившимися спектаклями, а потом артисты идут на летние каникулы. Что в этот день ждет зрителей, расскажет Ирина Чупина. Ах, Вадевиль. Армавирский театр снова распахнет свои двери для зрителей 3 октября. В этот день жителей и гостей города ждет открытие 107 сезона и, конечно же, новые сюрпризы. Ирина Чупина, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Дошкалята школьникам. Юные артисты из детского сада номер 21 вышли на сцену перед старшими товарищами и исполнили роли в доброй и поучительной сказке. За ходом спектакля следила Дарья Топчиева. Прийти на выручку ближнему, оказавшемуся в трудной ситуации, учит музыкальная сказка, кто сверчку в беде поможет. Главный герой, маленький сверчок, отправляется по просьбе мамы за медом и орехами, но в лесу попадает в яму и ранит ножку. Кто поможет бедняжке? Лесные обитатели не спешат прийти на выручку. Важные деловые им не до проблем сверчка. У каждого находятся свои отговорки. Яркие эмоциональные диалоги, оригинальные костюмы завладели вниманием зрителей учеников школы номер 18. Я поражаюсь, что дети выучили такие длинные стихи, даже иногда у старших не получается так выучить. Они очень эмоциями это выражали хорошо, и мне очень понравилось. Совсем отчаявшемуся сверчку на помощь пришел муравьишка. И не один, а целую компанию привел. И таким образом помог малышу вернуться домой. Судя по довольным лицам, от постановки получили удовольствие как зрители, так и сами артисты. Это не первый спектакль, потому что предыдущий, совсем недавно, в 28-м детском саду, тоже с этим же спектаклем выступил детский сад. Дети с каждым разом совершенствуют свое творчество. Дарья Топчева, Александр Жирелеев, служба новостей «РМАВИРА». Конец июня, как известно, богат на выпускные. Целая череда торжественных переприятий, посвященных прощанию со школой, прошла в Армавире. Сотни юношей и девушек, как из общеобразовательных учреждений, так и специализированных, получили аттестаты зрелости. 25 июня во Дворце детского и юношеского творчества свидетельство вручили юным художникам. Анна Мельченко побывала на торжестве. Самый волнительный и трогательный день в жизни этих юношей и девушек наконец-таки настал. Во Дворце детского и юношеского творчества выпускной бал. Свидетельство об окончании детской художественной школы в студии получили около полусотни выпускников. Мы так усердно трудились, даже пришлось ночами не спать. И вот результат. Красный диплом. Я отличница. Я очень рада. Спасибо большое, конечно, в первую очередь, это своим родителям. Благодаря им я пошла в художественную школу. Я благодарна, конечно же, своей учительнице Елене Алексеевне Ремкевич. В этом году художественная школа-студия выпустила 43 воспитанника, среди которых много отличников. Всем им дали прекрасное образование талантливые преподаватели. Людмила Орехова, Елена и Владимир Ремкевич на протяжении семи долгих лет вкладывали в них не только профессиональные знания и умения, но и расширяли кругозор, обогащая внутренний мир мальчишек и девчонок. У меня очень хорошие ученики. Наверное, больше всех мне повезло. Я многому научилась у них. Ну, не знаю, кто больше всего учил, они меня или я их. Я, конечно, благодарна родителям, которые помогали мне во всем. И очень хочу, чтобы эти дети стали счастливыми. Детская художественная школа-студия стояла у истока в основании дворца. На сегодняшний день она является гордостью не только Армавира, но и края в целом. Работы юных художников выставляются на самых значимых выставках даже за рубежом. Ребята привозят нам дипломы такие престижные, такие важные. Очень часто это гран-при, очень часто это гранты им выдают. То есть мы очень гордимся, мы очень любим нашу художественную школу-студию. Мы очень любим наших выпускников. Мы гордимся ими, и мы всегда их ждем во дворце. Наша съемочная группа познакомилась поближе с юными дипломантами различных конкурсов. Зимой в Санкт-Петербурге была Олимпиада университета технологии и дизайна. Проходила она несколько дней. Я занял третье место. Софья Паранина участвовала в краевом конкурсе «Молодые дарования Кубани» и заслужила там победу. Я заняла первое место. Награждение проходило в Краснодаре. У меня красный диплом. Я очень благодарна своему федагогу Владимиру Эдуардовичу Ремкевичу. Он меня очень поддерживал, помогал мне. Ну, в общем-то, он мне передавал свои навыки, свои умения, делился мастерством. Праздник продолжался. Музыкальные номера для выпускников подготовили воспитанники Дворца детского и юношеского творчества. Поздравлением присоединились и самые маленькие таланты. Анна Мельченко, Станиславчинский, служба новостей Армейвера. Нет, пожалуй, барышни, которая не желала бы иметь в своем гардеробе великолепную шубку. Осуществить мечту теперь может любая представительница прекрасной половины человечества. 26 и 28 июня в ГДК состоится ярмарка меха. Во все времена меха по праву называли «мягким золотом». Он ценится невероятно высоко и за свою красоту, и за шелковистость, и за удивительную способность согревать. Меха всегда остаются на пике моды, поскольку делают роскошным любой, даже самый скромный наряд. Легкие, теплые и красивые кировские шубы славятся по всей России. Хорошо известны они и в странах ближнего зарубежья. Благодаря богатому размерному ряду подобрать себе идеальную шубку может любая представительница прекрасного пола. Каждая модель – воплощение дизайнерской фантазии. Качество пушнины безупречно. Это касается как самих материалов, так и технологий выделки. Новейшие способы обработки позволяют изделию сохранять форму и блеск в любую погоду. Заманчивые скидки и спецпредложения действуют на всю коллекцию. Возможно, покупка в кредит на выгодных условиях или в рассрочку до года без предоплаты. Ждем вас 26 и 28 июня в ГДК. Анна Амельченко, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Армавирцы готовятся к 26 Всероссийскому Олимпийскому дню. 27 июня в городе пройдут соревнования по различным видам спорта. Состязаться будут не только взрослые, но и представители молодого поколения. Анна Амельченко продолжит. Выходные обещают быть невероятно насыщенными. В городе в рамках 26 Всероссийского Олимпийского дня в субботу 27 июня пройдут соревнования по плаванию, состоящие из двух этапов. Это веселые старты на воде, в которых будут принимать участие самые маленькие армавирцы, и чемпионат города среди взрослых. Помимо этого также будут соревнования по футболу, по теннису, по большому пройдут соревнования, по пляжному волейболу в Тихом сквере, по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья, это среди инвалидов. Ну и на площади состоятся показательные выступления спортсменов, начиная с 9 часов утра. Также состоится конкурс рисунков на асфальте. Проявить свои художественные способности можно будет у драмтеатра. Кроме того, в этот день смогут посоревноваться и любители шахмат. А вечером состоится праздничный концерт, посвященный Дню Молодежи. Анна Амельченко, Александр Пензев, служба новостей Армавира. В копилке у армавирских спортсменов снова золото. На европейских играх в Баку Беслан Мудранов завоевал первое место, а также стал чемпионом Европы. В соревнованиях по дзюдо одновременно разыгрывали медали чемпионата Европы. На пути к финалу весовой категории до 60 килограммов Армавирец победил представителей Чехии, Германии и Голландии. В финале Беслану противостоял бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Архан Сафаров из Азербайджана. За него болела вся местная публика. Поэтому Беслану пришлось бороться не только с Арханом, но и с эмоциями целого зала. За 17 секунд до конца боя Армавирец выиграл этот поединок. Медаль стала 16-й завоеванной спортсменами Краснодарского края на европейских играх. А Беслан Мудранов в очередной раз заявил, что готов принять участие в Олимпиаде. Это была последняя информация выпуска. Далее метеопрогноз на ближайшие сутки. В студии была Марина Юрченко. Всего вам доброго. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик». Субтитры создавал DimaTorzok